МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА АПЛОДИСМЕНТЫ Я бы предпочла взять гитарку и петь, петь, петь. АПЛОДИСМЕНТЫ Это занятие показало себя как очень надежное. Очень. Вообще живешь-живешь, и масса ненадежности во всем. Практически во всем, а также чуть ли не во всех. Но то, что есть гитара, это странная и очень надежная вещь. Просто старая методика. Ну, не знаю, как книгопечатание, что ли, примерно. Это тоже срабатывает, продолжает работать и работать, утешать и утешать человека, помогать ему ежедневно в будние праздники. А гитара моя, ну, тут она у нас, видите, буквально на первом плане оказалась. А что? Ну, а почему бы ей не оказаться и на первом? Она очень молодцом. Ее в 89-м году был такой кульминационный год у моей возрастной группы, знаете ли. И какое-то новое дыхание пришло к моим сверстникам, и, например, ко мне. С этим новым дыханием таким потоком мне принеслась и гитара. Ничего такого особенного. Московский мастер инженерного образования по имени Жень Ермаков позвонил мне по телефону и сказал, немножко вас знаю, немножко вас слышу. Ну, тогда были такие годы, у меня пластинки выходили, прошу прощения, миллионными тиражами. Вот. Хочу сделать гитару. И сделал. А когда ее принес и сказал, выйди, наверное, мы уже на «ты» были. Не знаю, не помню. И я вышла. И она была закутана. И потом я вернулась в комнату, и она стояла на диванчике, примерно в этом положении. Вот. И как это у людей называется, у меня перехватило дыхание. В тот момент. Я такой красивой вещи и в своем обиходе не видела никогда. Она служит, она работает, она... Она очень большой молодец. Было время нас на дачу звали. Как же мы охотно стартовали. Как же мы готовились в дорогу. Хоть я в гости не ездок ей богу. Я люблю, как прежде по старинке, у себя чумные вечеринки, Где салат, паштеты и миноги И картошка, и бараньи ноги. Но когда нас звали в ту усадьбу, Ехали мы как к себе на свадьбу, Сердце пело и не уставало. Вот как нам вдвоем тогда бывало. Жили там хозяйки и хозяйки, От Москвы до самых до окраин, Нам таких столов не накрывали. Где бы так еще Теперь едва ли. Где бы так теперь Теперь едва ли. Если позволите, я буду еще и еще делать этот жест. И кое-чего он, да, означает. Я уже много лет так живу, А всякие ерундовости отвергла. Ну вот, значит так, это про гитару немножко. А фактор гостевания, Про который я взяла да и спела для начала, Я очень большой была и есть охотник до этого. И не до того, чтобы гостить, А до того, чтобы ко мне пришли, приехали. Я очень сильно это люблю. И мне кажется, это совершенно специальная, Божественная составляющая в жизни человека. Если к нему вообще сколь-нибудь кто-то живой Хочет прийти и хочет приехать. И хочет побыть. Или заночевать. В сущности, я так устроена, что мне это кажется божественным. И я жила еще в очень небольшой квартире, Но божественным мне уже это казалось. И до сих пор так кажется. Хотя мне видится так, что на Москве сегодня гости И гости и гостевание такое, как когда-то бывало с рукодельным столом, С гастрономическими какими-то специальными ухищрениями, Мне кажется, это не весь куда девалось. Не весь куда. Я не знаю куда. Примерно знаю. Не знаю, стоит ли объяснять. Мои родители были ужасные умники в этом вопросе. И мои бабушки. Очень большие пониматели этого. Ну а как же, я тоже. Я очень люблю. Ну что теперь, спою вам немного дальше. Не увидела моя мама Золотистого Амстердама Не успела, а как хотела Так хотела, мечтала прямо. А была моя милая мама Самая настоящая дама Для которой все продавщицы И раскладывали вещицы И разглаживали любовно Трепеща, как есть поголовно А моя античная мама Шла, несла себя, только поряла. Папа мой и летал пониже И мечтал-то лишь о Париже Но Москва пустить не хотела Пока мама не улетела Улетела мама на небо Взять билеты бы Взять билеты бы Что-ли мне бы Погулять с отцом Несчастливо Так хотя бы Несиротливо А не так, как было На деле А на деле Не углядели Я пишу это Много позже На отца Похоже, похоже Я сама себя Укротила Но Москве моей Не простила А чего Я ей Не простила Что родителей Упустила Не думаю Что во многих Московских домах Иначе Думаю, что во многих Примерно Так Мы не предуготованы К этим Капканам судьбы Мои родители улетели Совершенно стремительно Как подхвачены Ураганом Сперва Мама Через три года Папа Я вам сказала Про 89-й год Он был Кульминационный Я была еще Очень Молодцом Очень Примоходящая Многолетающая Вот Ежедневно Ежедневно Поющая Вот что Главное Ежедневно Ничего не было Праздничнее Концерта В Питере Это осталось На годы Как ты готовился Как ты заказывал По телефону Билет А потом Сам концерт В Питере Но Сама обмана Фантазии На свой счет Было Очень-очень много Я думала Что все будет Таким волшебным Ну Я буду ветшать Но волшебство Будет крепчать И Чудесные концерты Будут И залы будут Затянуты бархатом Они будут Маленькие Маленькие Но Люди в них будут Жемчуг Вот Думала я Ну Что вам сказать Считайте Что кое-что состоялось Возможно Бархат не того Качество А Жемчуг Может быть Искусственно выращенный Другие Другие времена Конечно Другие Давайте-ка я спою Такую штуковину Но вы имейте в виду Что я такая Можно Не успеть И слову вставить Девочкам пятидесяти лет Никакой не нужен пистолет Подходи Набрасывайся нечисть Мы ответим стуком кастанье Девочкам пятидесяти лет Девочкам пятидесяти лет В основном не нравится балет Может быть они еще могли бы А быть может все-таки и нет Девочки пятидесяти лет Это космодиск терможилет А не то что кольца бриллианты Или небольшой мужской скелет Небольшой скелет стоит в углу Девочка танцует на полу Босиком в холодном коридоре Будто воин племени Зулу Скоро уж устанет танцевать Вовсе перестанет напевать Небольшой скелетик Спит и видит Как она устанет колдовать Спит и видит Спит и видит Спит и видит Как она Спит и видит Спит и видит Спит и видит Первым слушателем О! Смотрите В общем-то так Конечно давно Лет с 12-13 Обыкновеннейшее Отроческое состояние Я стала Немножко пробовать Это занятие Я была девочка Учащаяся во французской школе То есть как бы Дополнительный язык мне вкладывался Одно это Одно это уже очень Подвигало Тут переведешь Немножко Тут Подвинешь Слова таким образом Чтобы они Возможно Слегчайший Но Необыкновенностью Сцепились друг с другом Вот так дело и пошло А когда лет 14 Я как это бывает С людьми Обоих полов Немного влюбилась Тут я активизировалась страшно Конечно это был катализатор Ну а что же делать то Потому что неосторожные родители Они меня Ну этот самый Ну в лагерь так называемый Язык с трудом поворачивается Произнесть Это слово Ну ничего плохого там не было Я очень социальная Я большой контактер Я там совершенно ликовала И торжествовала Вот Я играла на Положим на пианинох Ну и это было неплохо Зато я играла все А я сейчас могу все сыграть Вы меня посадите За клавишу Я совершенно все могу сыграть Так устроено Но что я то сделала Играла это ерунда Я конечно влюбилась А влюбилась я в кого Конечно в вожатого А вожатый был какой Конечно играющий на гитаре Вот вам и все Ну в 14, 15, 16 Я уже писала во все лопатки В абсолютно все лопатки На своем факультете Французского языка В своем МГПИ имени Ленина Мне уже когда было Какое-нибудь Лексикологическое упражнение Ну там лексика на тему Я уже все это делала В рифмованном виде И никакие протесты Педагогов Они были кстати Очень классные у меня Это было в порядке У меня не так мало было Видов везения Вполне системных В жизни Например Педагоги Среди них и люди Были нетривиальные Порядочные Вам скажу Много Писала тогда много Но я уже на первом курсе Сделалась мужняя жена Понимаете Мне же нужно было Самоутверждаться Девочки Моего поколения Мы же страшно жаждали Оторваться от родительского Значит Дома От этой Сильной Родительской Обстановки Как-то вырваться Вообще Выломать просто Оконную раму Ну как прикажется Ее выламывать Естественно в основном Через замужество Берется мужчина Помещается рядом С собой И ты Делаешься другим Человеком Ну вот Потом еще можно произвести Потомство Вот это Ты уже вообще сверхчеловек Когда ты В 20 лет Понимаешь Что ты произвела На свет живое существо Это космос И свое это космическое ощущение Я поймала Я увидела Как это Можно сказать Незатруднительно Да И думаю Достаточно Замызганный быт Довольно Обтерханная обстановка Работаешь Работаешь Будем себя обеспечивать Хотя бы этим космосом Ну все Стало немножко Производить детей Хотя бы раз в несколько лет Ну системно Очень все Откровенно говоря Продуманно делала Да Ну хорошо Ну и что Ну смейтесь надо мной Мне это приносило Откровенное удовольствие Причем Мне и Весь подготовительный период Нравился И первое Да И первое приглашение Я Несказанно Расцветала В известные Месяцы И потом Мне очень ухудшалось И как человек И как Немножко Пивунья И как Стихослагатель Ну вот Были хорошие Простые Биологические уроки И практически Ни у кого не надо было Спрашивать разрешение Вот Что окрылило Вот что окрылило На все Поди санкцию спроси Поди вообще Выпроси себе То и это Пересдача экзамена Я знаете какая дикая была В институте Я понятия не имела Что существует Академический отпуск Не знала А еще я не знала Что бывают хвосты Я с этим познакомилась Наверное лет в 30 Чуть ли не когда Мои дети стали учиться В студенческую пору Я понятия не имела Я ходила И долдонски Пересдавала Каждый экзамен 4-5 раз Как сейчас помню Старо-французский язык Зато я Пониматель Старо-французского языка Знаете вы это или нет Я 3-4 года назад Перевела Удивительную Вещь Со Старо-французского Языка Потому что Оказалось Что это Поразительная Вещь Популярная В мире Едва ли Чуть меньше Чем песня Роланди Да Не переведена На русский Это знаменитые Ле Марии Французской Французской Поэтессы 12 века Оказалось Что на русском языке Этого нет Знаете что это есть Везде в мире Книги Они Диссертации Университетский мир И простолюдины Все знают Сказочные Повести Марии Французской А я их перевела Года 3-4 назад Сидя в Москве Ну вот Со старо-французского Языка Который я Раз пять Завкафедрой Пересдавала В очень Присно-памятном году Так Поем дальше Сейчас мы посмотрим Что с вашими Вопросами будет Барышне Барышне Нелюзине Замуж Замуж нельзя Ходить Тетке Я Кузине Ими еще Может быть Муж Муж Непременно Практик И Совершенно Прост Некуда Будет Прятать Свой Раздвоенный Хвост Барышне Мелюзин Замуж Нельзя Идти Спать В бельевой Корзине Кост Кост До коров Постей Пусть Бы Пастух Да Олух Дерганный Инженер Только Бы Не Заолок Не Коллекционер Барышня Ходит С книжкой Шорохи В тростнике Раковина Подмышкой Зеркальце На руке Ни ворката Ни небесной Ни земной Мелюзги Под чешуей Железной Девичьей Девичьей Позвонки Барышня Мелюзин Замуж Нельзя Ходить Тетки Кузинь Им Еще Может быть Тетки 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 Я Расследовала Историю Мелюзины Это не трудно Это не очень трудно Правда следует Там оказаться Вот Ну я и оказалась В свое время И я немножко побродила Там и сям Я была в Люксембурге Которому нравится считать себя Отчим домом Феи Мелюзины Я была в городке Долдобритань Который по французским хроникам Считается ее обиталище Там Она жила-была Там Она вышла замуж за земного мужчину Родила ему кучу детей За руку им была приведена в церковь И там побита камнями Я очень неравнодушна К этому сюжету К женщине Не как все К женщине Не до конца понятно Какого происхождения К женщине У которой внутри Мерцает крупица Возможно Она что-то излучает Ты живешь странно Ну есть Есть кое-какие странности Это не залог Неслыханной внутренней свободы Уверяю вас Но это особенности Поведенческие Твоего языка Твоего обихода Возможно Твоего меню Кое-какие особенности Есть Дайте-ка я вам Стишок прочитаю Готовьте вопрос Вы же уже заметили Что я собой представляю Кстати Другой вам прочитаю Стишок Чем расположилась Потому что Таковы стихи В принципе Я беру с собой Их очень много На встречу с публикой Вот не такую Тощую Стопку А тучу И тогда Во-первых от стихов Идет излучение Они смотрят на меня Я Перелистываю Я как бы ищу И кстати Без как бы Я ищу И если бы вы знали Сколько бывает концертов С неожиданностями Сколько Не весь каких стихов Ну из стопки Потолще Смотрят на меня Это совершенно отдельно Ну это совсем простое стихотворение Ну о том Что ты есть И чем ты представляешься И каков ты В домашних условиях Или ты вышел за порог Ну вышел Ты же другой человек Если вышел Ну все же это знают Ну вот любопытно Вот же ведь Москва И солнечно И тополь И трава Но уезжала Месяц Как отсюда И Щиколотка Ныла Тихий факт Нога с ногой Даже шла Не в такт И как всегда В пути Случилось чудо И Перестала Щиколотка Ныть И я могла Ходить Летать И плыть С десяток городов Как на пуантах Играла на кефаре Как гомер В музеях Проводила свой замер И не желала Знать о дилетантах Поскольку я-то Профи Старый вепрь Которому Любой не страшен Ветр И грозы И дожди И континенты И щиколотка Что была в Москве Ни разу не мелькнула В голове Хотя бывали Разные моменты Короче все Молчала День и ночь И я не забыла Дескать Прочь Пошли Мои артрозы Я об этом А щиколотка Темная душа Хотя И отсиделась Не душа В Москве Очнулась Родина С приветом Вероника Аркадьевна А как Вы выбрали Свою профессию И как отнеслась Ваша семья К вашему выбору Это тот Кокетливый ответ Который Неминуем Мне придется вам дать Моя профессия Выбрала меня Сама Вот Практически Не спросясь И Выбрала меня Настойчиво Крепко Схватила меня За какой-то Сегмент Позвоночника И больше Не отпустила Понимаете Я еще Успела Поработать В институте У Капицы У Петра Леонидовича Ну Среди моего Начальства Это все Прошу прощения Нобелевский Ареопак Ныне Многие Слава Богу Живы Физики Непростые люди К вопросу о крупице Там такая Крупица Я это сразу Увидела Я пришла туда Работать в 78 Что ли Куда туда В редакцию Житов Журнал экспериментальной Теоретической физики И проработала Там два с половиной года Вот это была Публика Вот это Были люди Вот это был клуб Я вам скажу Горжусь тем Что Перед ними Пела И на чаепитиях И на вечеринках И на концерте Не раз Там Где работала В институте Физпроблем Хотя я просто работала Там девочкой в редакции Но люди были Люди были Высочайший класс Высочайший Ну во всяком случае Андрей Дмитриевич Сахарев Значит Приходил В береточке В курточке Да Потому что это еще были Такие годы А потом Тут же и уплыл Как мы знаем Город Горький И мы с ним Делали Корректуру статей По Телефону С Андреем Дмитриевичем Ну там еще были люди Чудесные Хотела найти Конец одного стиха Но я его не нахожу Ну Не нахожусь Потому что я хотела Минимизировать Столбку Ну Видимо что-то я тут Усекла Ничего страшного Вероника Аркадьевна Можно Расскажите пожалуйста О том как Вы попали В литературное общество Эдмонда Иотковского Вот Рассказываю Это было прямо После школы После школы Это 73-й Может даже я еще Кончаю школу Оканчиваю Что-то в этом роде Значит Стали образовываться Первые поклонники Мы же с вами Не до конца Ответили на вопрос О первой публике Откуда она там взялась Кто такие Родители мои Папа инженер Мама доктор Вот Оба в космосе Работали Ну В полном космосе В космическом производстве Они конечно До моих стихов И песенок Очень долго Были неохочи И совершенно Индифферентные И вообще Спасибо что они Не выгоняли Потому что Бывало что к этому И приближалась Ну я же романтическая Девочка была Меня можно и Выгнать было Ну терпели У меня был брат Он и есть Вот брат Он значит Был филолог Японский язык Институт Страна Азии Африки Ныне это называется Тогда это все Институт Восточных языков При МГУ Называлось Брат был Японист Был и остался Он уже больше 20 лет Живет в Японии И ведает Как бы сравнительные Культурологии Японской И русской Поэзии А в те времена Он был мальчик Студент Который приносил В 70-е годы Портфели Портфели Из букинистических магазинов Драматургии Поэзии И очень многое Пришло из его портфеля Он же был одним Из первых слушателей Еще и находилась Подружка детства Ну глубокого детства Вот такого Начально школьного Которая была Это пока не было концертов Это моя Первейшая аудитория Так вот Моего брата был Одноклассник Которого звали Юрий Штерн Совершенно Замечательный человек С подчеркиванием Называю это имя Насчет Крупицы внутри Это был Вот такой парень Юрий Штерн Был одним из первых Который сказал Будем ставить тебя на рельсы Познакомил меня С людьми Имена которых Вы отчасти знаете Отчасти Мне остается гадать Луферов Мерзояна Бережков Вот такая чудесная команда Мои первые приятели По песнеделанию Наилучшими Человеческими Качествами из них Высоко отличался Володя Бережков Мой товарищ Семьдесят третьего Семьдесят четвертого года Который сказал Я знаю что будет Повел меня За руку В литобъединение Эдмунда и Атковского Старинного поэта Советского Того Который Сочинил Веет свежестью Ночь Сибирска Собрались друзья У костра Ты навеки нам Стала близкую Величивая ангара Вот и что-то в этом роде Едем мы друзья В дальние края Будем новоселами Ты и я Целинной поэтики Был певец Эдмунд Феликсович И Атковский Чудесного Сердца Отличного Вкуса И к тому же Меня семнадцатилетнюю Остро Полюбил Меня стали Поглаживать по голове Рассказывать мне Какие у меня Неплохие стихи Множество людей Среди них были Поэт Александр Аронов Литературовед Лев Анинский Прозаик И драматург Леонид Жуховицкий Я увидела Воочию и живьем Леонида Губанова Множество Поэтов Писателей И драматургов Кто-то из них Как вам сказать Ушел И безымянным А кто-то Оставил Крепчайший след В нашей культуре А в моем сердце Просто Бронзовую дорожку Лит Объединение тех времен Это чудесная вещь Чудесная школа Это такие Жернова Где ты Перемалываешься В муку А уж Какого качества Как получится Вот вам об этом Ну что Поем дальше Да Я хочу быть немецкой старушкой Юркой сухонькой мышкой наружкой Кофе с волочкой утречком ждут И билетик на вагнера тут Я хочу быть французской старушкой Литераторшей милой уврушкой Уставать как обычно фригу Но бокальчик марго-го-го Я хочу быть английской старушкой Не шарлот и бронты, так подружкой У подружки веснущатый нос А за пазухой едкой вопрос Ни такой, ни сякой, ни этой Я не стану, а ты не советуй Не могу, не могу, не хочу Но свое-то уже я получу У меня холодеют поджилки Подмосковные останусь в могилке Не такой я крутой материал Чтобы скинуть пятьсот одеял Дописать бы до края страницы Добежать бы до ближайшей границы Добежать-то еще добегу Ну а дальше-то что ни гу-гу Я хочу быть немецкой старушкой Юркой сухонькой мышкой наружкой Кофе с булочкой утречком ждет И билетик на Зигфрида Вот То, что у нас сегодня с вами звучит Это довольно откровенно Не старые вещицы Ну, во всяком случае, они родом из этого трехлетия, пятилетия Мне тоскливо и грустно петь старые вещи перед публикой Потому что стихи Это очень живая биомасса И со старыми, даже с каким-то налетом эстрадной успешности Стихами выступать Мне представляется неправильным, неточным Во всяком случае, для такого субъекта, как я Понимаете? Я очень рада тому факту, что я могу Через своих внуков теперь уже Видеть, как живет нынешняя школа Нынешний детский сад Мне важно, что там за речевки произносят дети А уж как мне важно, что находится в учебнике чтения Для школьников, я вам рассказать не могу Хотя бы потому, что там находятся такие неутешительные вещи Столь мало похожие на литературу Мой самый младший сын или мой старший внук Ну, вот там, где скрещение поколений у меня произошло Они обнаружили в школьных учебниках Такую лабуду Такую лабуду Не могу вам сказать Ну, я же не репрессивный орган Но я и не депрессивный орган Я просто тот орган, которым я являюсь Я борюсь Я боролась, борюсь и буду бороться Мои дети И дети моего окружения Будут получать другие книжки Другую поэзию Другие понятия о литературе О возможностях литературы Не низких, не ущербных Не ссыльных Не непристойно загнанных В необъяснимый угол Нашей с вами общей жизни О высших О высших О высшем волшебстве Мое потомство Получает эти понятия Ну вот, давайте-ка я вам что-нибудь пою Или давайте ваши неслыханные вопросы Уважаемая Вероника Аркадьевна У вас есть потрясающая строчка Когда бы мы жили без затей Я нарожала бы детей от всех, кого любила Предполагали ли вы, что станете многодетной матерью? Так Это сказала просто так Уж поверьте Мне было 19 лет, не полные 20 И в мрачном состоянии духа Как сейчас помню В приближении зимы 76-го года Какая-то там В... При недобытых зимних сапогах При Незастегивающейся Какой-то там Кацавейке Да Все было мрачно Все это было Затруднено До совершенно Невероятной степени А стихи я писал Да что мне Стихи все И я написала вот эти Неправдоподобные строки Хмурые В чем-то Отчаянные Девчоночьи Ну Никто мне не мог этого запретить Понимаете? Вот же В чем-то же дело-то Ну я и давай писать Когда б мы жили без затеи Я нарожала бы детей От всех, кого любила Всех видов и мастей И гладя головы птенцов Я вспоминала бы их отцов Одних отцов семейства Других совсем юнцов Так я написал Мне не было двадцати лет Я не знаю, как это происходит Вы что думаете, я это знаю? Потом это прорастает в реальность Оно берет и прорастает Понимаете? Стихи обязывают тебя Стихи обязывают Стихи строят тебя Они тебя обучают Преобразуют Много-много раз в году Они зимой зимние А летом летние Вот, понимаете? Они Они дают тебе хлеб Да Ну и все Я стала слушаться стихов Было невозможно Невозможно иначе От того родились дети Вот вам все очень просто В общем-то Честно говоря АПЛОДИСМЕНТЫ Движемся дальше Или неслыхан вопрос? Я вам сказала про зимнее и летнее Мы должны быть чутко связаны с явлениями природы Вот, понимаете? Я не хочу, чтобы у моей публики зимой Вот звучали мои летние песенки Ничего, дождутся лета И мы споем про ягоды, грибы, комарьё А зимой, пожалуйте, зимние А зимой, пожалуйте, зимние Весьма пушистый бел Весьма пушистый бел Под божью рукой Совсем я стал слепой Сказал старик коржай Совсем я стал слепой Мир стал Совсем другой На птичьих правах На прощальных словах По почте Последнего дня Когда из Москвы Уходили волхвы Зачем-то забыли Меня С тех самых давних пор Что есть моя гитара Передо мной несут Судьбы причистый лист Каспар и Мельхио Два ветхих антиквар И с ними Балтазар Солидный Букинист На птичьих правах На прощальных словах По почте Последнего дня Когда из Москвы Уходили волхвы Зачем-то забыли Меня По адресам Москвы Где грубость выше спешки Где каждый сам с усам Себе в окошке свет Чеширской головы Ко ржавенской усмешке Хочу Вам Разослать Но не решаясь Нет На птичьих правах На прощальных словах По почте Последнего дня Когда из Москвы Уходили волхвы Зачем-то забыли Меня Когда-то в давние годы Ну Очень в середине восьмидесятых Мне пришло письмо из Соединенных Штатов Но это было еще не слыханно Верьте на слово Вот Кто не знает, верьте Оно пришло Его привез руками Евгений Александрович Евтушенко Письмо мне прислал Коржавин Ужасно Сердечное Братское Доброе Ну, где, мол Нашел я тут, ваша милочка Песни уж давно Вот И давно ими утешаюсь И еще и распространяю их Среди американского континента Ну, примерно так В общем, было невероятно Трогательно И прекрасно Я заметалась Евгений Александрович уже куда-то там это Уехал Я хотела написать Ответ Коржавину Но металась я разнообразно Во всех отношениях Например, я не знала Как его имя и отчество Вот И еще кучу вещей, конечно Я не знала технологии Как будем отправлять? Короче, с этим письмом Все задержалось На пару Тройку Четверку лет Пока я не узнала Это имя и отчество От Валентина Дмитриевича Берестова Ну, время же идет Оно же, как известно, не стоит На месте Берестов оказался Другом вполне Коржавинским Я говорю, как зовут? Да вот так И я написала песню Петь мы ее сейчас не будем Это я про то, как прорастает Я просто написала Как настанет, ребята, день И приду-ка я в Шереметьево И встречу-ка я самолет Страпа которого сойдет С палочкой Уже тогда были проблемы со зрением Наум Моисеевич Коржавин И как сейчас помню В концертном зале Известий При большом стечении На роду Выхожу я И пою Вот На всякий случай На пожарной Я в Шереметьево приду С цветами глупыми Пожалуй Стоять в каком-то там Ряду Спела песню Ушла за сцену Вбегает Валентин Дмитриевич Берестов И говорит Молодец какая Ну, ты в курсе? Я говорю, чего? В курсе? Все ведь не было таким Как теперь До мобильной связи Нам было еще Плыть и плыть Ну, ты в курсе? Я говорю, чего? Ну, ты в курсе? Что М-ка прилетает Через три дня Через три дня Встречаемся в Шереметьево Вот Это просто Ну, просто пророс стишок Вот и все А вот об этом Которое сейчас спелось Там, где посыплет снег крупой Что я могу сказать Ему уже лет Четыре-пять И его написавши Я очень боялась Что Я напишу А Наум Моисеевич Больше в Москву не приедет Ну, хотя бы потому что Хрупок И стар И написал И больше не приехал Но он есть Но в Москву не едет Вот Вот такие дела Вероника Аркадьевна Скажите, а как формировался Ваш поэтический мир И признаете ли вы свою поэзию женской? Ну, я не очень это Это, я несколько детей родила Я под мужчину нет Не маскируюсь Совершенно Например, когда Застенчиво и беззастенчиво Спрашивают журналисты Можно Напишу про вас Поэтесса? Я говорю, конечно Или спрашивают Как написать? Поэт или поэтесса? Я говорю, конечно Поэтесса И это затянувшаяся игра В то, что непременно Напишите поэт Она очень общеизвестна И я не игрок в нее Вот Я как умею пишу Насколько мои руки дамские А насколько мужеские Я не знаю Ну, там увидим Там увидим, честное слово Не знаю Ну, просто я это я Мой голос, это мой голос Насколько возможно И внешний, и внутренний Еще не забудьте про крупицу Что мне вам сказать? Пишу я Каждый день И это, мне кажется Очень правильный, простой Ремесленный признак жизни От такого, как я Субъекта Я каждый год выпускаю пластинку Я каждые полтора-два Выпускаю книгу Я счастлива была бы Выпускать книжку тоненькую Такую, чтобы человек ее скомканную Сунул во внутренние карманы И с этим ушел в метро Ну, так почти не бывает По нашей с вами тут Хронологии жизни Издатель просит толстую книжку Вот, а толстая неудобная Я переживаю Я бы делала все очень маленьким Обиходным Ну, как в сущности мои стихи Пусть они будут коротенькие Книга и вообще все, что связано со словом Имеет надо мной огромную власть Огромную Все мои подсказки Все мое Сколько-нибудь знания О чем-нибудь Конечно, из книжек Ну, потому Давайте-ка я вам спою Такую вещь Из 86-го года Родом А у меня другой такой песни Знаете ли, нет? Вот С этим мерцанием внутри И к тому же она очень нравилась Булашелыча Куджая Эта книга пропахла Твоим табаком И таким о тебе Говорит языком Не жалей Ни о чем, дорогая И не то, чтоб со мною был прежде знаком И не то, чтобы мною был прежде иском Так и жили Не предполагая Этой книге, которая Ростом сверша Я потрогаю Тонко еще Корешок Не жалей Ни о чем, дорогая Прочитаю в твоем Торопливом письме И простейшие числа Слагаю в уме Так и жизнь Не предполагай Я могла б написать Никого не виню Сообразно характеру Духу и дню Не виню Ибо верю в удачу Но споткнусь Я корявую эту строку И щекою прилину Твоему табаку И не плачу Не плачу Не плачу Эта книга пропахла Твоим табаком И таким о тебе Говорит языком Не жалей Ни о чем Дорогая И не то, чтоб со мною Был прежде знаком И не то, чтобы мною Был прежде иском Так и жили Не предполагаю Не предполагаю Субтитры способствую